При создании обуви особое внимание уделялось ее функциональности. Материалы использовались разные – войлок, сукно, кожа. От статуса владельца обуви зависели качество и декоративная отделка изделия. Характерным для Кавказа было существование такого элемента, как наговицы. Первоначально они представляли собой отдельную верхнюю часть обуви, которая обтягивала галиностоп и могла доходить до середины бедра и выше, почти до паха. Закреплялись как в области икр тонкими шнурами, так и на поясе. Ноговицы были продолжением чувяк или башмаков и носилось все это вместе при разных условиях. Ноговицы первоначально состояли из нескольких частей. Ноговицы, те, которые мы видим в современном варианте, они односложные. Те, которые были исходником, они были двухсложные. То есть нижняя часть это были чувяки и верхняя часть это были собственно сами ноговицы на петле, которые могли быть разной длины, в смысле разной высоты, доходили иногда от середины икр до середины бедра и несли конечно разные функции для разных, разного направления деятельности. У пастухов ноговицы были из грубого войлока, достаточно высокие. Если говорить о статусной обуви, то нижняя часть могла быть сделана из софиана, а ноговицы из тонкой кожи. Отделанные тесьмой в шнуровке ноговиц использовались даже фрагменты серебра. Крой самих чувяк, обуваемых на ступню и у мужчин и у женщин, был одинаковый. Для детей, поскольку они росли, а делать обувь было слишком дорого, делали специальные отпечатки их ног из дерева и привязывали к чувякам веревочками. Когда же ступня развивалась окончательно, шили чувяки и надевали ноговицы. Первая проявленная на фотографиях женская обувь – башмачки – это небольшие туфельки с завитыми носочками. Как правило, они свидетельствовали о высоком статусе женщины, были расшиты золотыми нитками, украшены. Существовали также катурны. В истории описывается целый ритуал вокруг них, как княжна выходила на катурнах к гостю, спускалась с них и начинала танцевать перед гостем. Обувь ходули одевали женщины определенного статуса, в основном только аристократки высокого происхождения, княжны, которые возвышались над общим слоем людей, окружавших ее, и в том числе они подчеркивали ее статус в определенные моменты жизни. Очень сложно проследить, где впервые появились катурны. У турков это банная обувь, надеваемая во время омовения. В Китае – обычная обувь статусных женщин. На старых европейских литографиях можно увидеть женщин в обуви, которые напоминают катурны. Для них это было веяние моды. Для адыгов она была однозначно подчеркивающая статус. Удивительно, что в день свадьбы даже самая простая девушка из обычной семьи могла их надеть. Ей предоставляли возможность встать на катурны, приподняться над всеми, стать объектом благопожелания. Она не сходила с этой обуви до конца торжества. Украшала свою обувь каждая девушка сама, по своему желанию и возможностям. Отношение к одежде было серьезным, регламентированным. В то же время выбор наряда был зажат в возможности человека. На старых фотографиях можно наблюдать княжеского ребенка, одетого в черкеску, в настоящих маленьких ноговицах. Или взрослого мужчину с еле прикрытыми ногами, в очень грубой обуви, либо вообще без нее. А ведь фотографировались всегда в своей лучшей парадной одежде. Поскольку между мужской и женской обувью в простонародье большой разницы не было, в одной семье могли носить одну обувь и мужчины, и женщины. В обувь подкладывали траву, которая должна была изолировать от холода и оберегать от инфекции израненные ноги. Мой отец вспоминал, когда после войны дети, доходя до середины дороги, возвращаясь со школы, с младшими детьми обменивались этой обувью и таким образом могли хоть какой-то короткий промежуток пути пройти в удобной теплой обуви. Таким образом, одна пара обуви служила нескольким, скажем, детям в одной семье. Право ношения красной обуви принадлежало только знатям. В бою весомее было убить воина в красной обуви. При этом воин-аристократ никогда не прикрывал себя другими цветами. В 20 веке такая обувь трансформировалась в сапоги, сшитые друг с другом подошву и ноговицы. Обувь являлась преградой, защитой от земной грязи. Чем качественнее обувь, тем лучше ее носитель был защищен от простых земных забот. Субтитры создавал DimaTorzok